так ну что можно да если кто там не читал анонса я не профессиональный физик не профессиональный астроном по профессии я химик органик поэтому для меня в принципе то есть это попытка рассказать о том что я как говорится с удивлением узнал и поделиться с вами то есть это на уровне такой популярной лекции популярного рассказа 10 лет десять уже занимаюсь научной журналистикой пишу о химии и физике и об астрономии очень много разумеется приходится часто сейчас заниматься встречаться с вопросами астрохимии да и вот как только ты начинаешь копаться в этом в этих вещах откуда появились химические элементы в первую очередь для химик химик приходит в ступор я вам объясню почему а вот да потому что он приходится ты сталкиваешься с терминами и понимаешь ты ничего не понимаешь с точки зрения астронома мы с вами выглядим вот так внутри нас металл объясню почему вот тут три важные вещи астрохимия на самом деле никакая не химия химина не имеет ни малейшего отношения в том смысле в котором мы будем с вами говорить есть нормальная серьезная астрохимия по поводу всех спасибо маленьких молекул которые находятся в космосе так далее тому подобное переходов из газообразной фазы в космическую пыль это все астрохимия но то о чем мы с вами будем говорить это чисто ядерная физика как появлялись химический элемент дальше с точки зрения химика астронома мы все сами состоим из металла кроме водорода если атома водорода это нормально то все остальное это металл астрономы считают что металла металл это все кроме водорода и гелия если вы слышите что вот послезавтра а в сми будет новость я ее уже знаю а послезавтра она выйдет в сми о том что астрономы открыли первые в истории звезды с нулевой металличностью это означает что в этих звездах вообще нет водорода и гелия ничего кроме водорода и гелия вот звезда с нулевой металличностью это соответственно звезда в которой нет ничего кроме водорода и гелия а вот днк состоит из металла Углерод, азот, кислород – это все металлы. Ну и еще тут нужно объяснить, что космические лучи – это не лучи, не фотоны, а всякие другие частицы, которые летят так же весьма быстро, как на большом адронном коллайдере или в тысячу раз с большими энергиями. Вот, собственно, все, что нужно знать о терминах. Еще что нужно знать? Я считаю, что проблема ноклеосинтеза настолько интересна и настолько уникальна в том смысле, что единственная фундаментальная статья, которая есть по этой теме, вышла в 1957 году и больше не было ничего. Два Бабиджа, Хойл и… не помню кто. Но если вы встретите термин B2FH, это как раз та самая фундаментальная статья 1957 года, в которой рассказывается, как произошли химические элементы. Ничего нового мы вам не скажем, кроме каких-то деталей. И поэтому я сейчас попробую просто на пальцах, вот так вот на пальцах, рассказать о том, как появилось все то, из чего мы состоим. Действительно, потому что пяти пальцев хватит. Способов, которыми образуются химические элементы, ровно пять. То есть вот пять разных способов. Не считая, конечно, того, что делается с элементами старшего урана, их получают у нас уже на Земле. Других в природе их не существует. Итак, это вот всем знакомая таблица Менделеева, в которой содержатся все химические элементы. Тут как раз 110 их, их сейчас у нас сколько? 118. По-моему, 118 последний получен. Точнее, последний получен 117 элемент в Дубне. Скоро он получит имя Московий, по-моему. И Аганистян получит Нобелевскую премию по химии или по физике. Тоже как решат. Это вот для нас всех. Для школьника, для здорового человека, но не для вас, кстати. Вот для биохимик. Для нас элементы вот то, что с левой таблички, немножечко в середине, а там это вообще не бывает. Какого-нибудь селена в организме очень мало. Это вот все в клетку. Первые элементы от кислорода железа это то, с чем мы чаще всего работаем. Разумеется, первые пять – самые распространенные, остальные – менее. Вот. Микроэлементы. У нас их, ну, не только в нас, разумеется, их еще меньше. Видите, какое распространение. И я бы, кстати, хотел обратить пока что ваше внимание на бор. Это отдельная вещь. Вот просто для меня была самая удивительная вещь о том, как появляется бор. И ультрамикроэлементы. Если кто-нибудь найдет в человеке уровень, то будет очень круто. Про астрономы мы чуть похоже вернемся к табличке. Так специально взял. Вот тут разные способы получения. Видите, их пять разных способов. Ну, собственно говоря, давайте с вами начнем с самого начала. По одной версии вначале было слово, по другой версии вначале был большой взрыв. И то, и другое неправда, потому что еще до большого взрыва была инфляция. Как говорят наши соотечественники Андрей Линды и Алексей Старабинский. А кто-нибудь знает, что является самым первым свидетелем большого взрыва, что доступно науке? Нет? Нет. И на свидетелям какие-то. То, что сейчас можно посмотреть, поисследовать, пощупать, потрогать. А вот и нет. Реликтовое излучение появилось через 300 тысяч лет после большого взрыва. На самом деле первыми свидетелями нашего большого взрыва, ну, пока мы не открыли гравитационные волны реликтовые, вот их в прошлом году закрывали, закрывали, открывали, закрывали, но пока что закрыли, это на самом деле атомы водорода и гелия. Первые два атома таблицы Менделеева, первые два элемента, точнее, появились в большом взрыве. Что у нас там было? Сначала у нас не было ничего, потом случилось быстрое раздутие этого ничего до более-менее приемлемых размеров, то, что называется карсинфляция, а потом произошел большой взрыв, когда образовались одновременно кварки, то есть частицы, из которых состоят протоны, нейтроны, другие вещи, а также легкие лептоны, то есть электроны, позитроны. Кроме этого, возникло небольшое, небольшое, там очень крошечное различие по количеству вещества и антивещества. Большая часть вещества с антивеществом схлопнулась, и появилась еще куча фотонов, то есть частицы света, огромной энергии. Но пока что мы всего этого не видели, ровно 300 тысяч лет, пока Вселенная была очень горячая, и фотоны поглощались, спускались, поглощались, спускались электронами, позитронами, кварками. И вот как раз ровно через 300 тысяч лет эти самые фотоны, то есть Вселенная остыла до 3000 кельвинов, ядра атомов превратились в атомы, то есть электроны сели на орбиты, ну условные орбиты, да, и Вселенная стала прозрачным. И с тех пор мы видим это самое электрое излучение. Оно с тех пор, правда, похолодало до 2,7 кельвинов, но, собственно, к нашей теме это не имеет отношения. Важно, что в первые 3 минуты большого взрыва длились вот эти вот реакции, да, нейтроны превращались в протоны, потому что нейтрон распадается сам по себе. Не запоминайте. Факт в том, что в итоге, видимо, даже появлялась немножко бериллия и лития, дета-дейтерия, дета-трития, да, изотопа водорода. Но бериллий, он вообще нестабилен, он распадался обратно, а немножечко лития образовалось, но больше всего водорода и гелия. Собственно говоря, вот это и был первичный нуклеосинтез, то есть, собственно, первые два элемента, первый способ появления химических элементов. Водород и большая, не большая, но большая часть атомов водорода, которые в наших организмах, значительная часть, это еще с большого взрыва. Да. Тысяча извинений. Наверное, я не так понял. Мы сказали, что вот первичный нуклеосинтез пошел до стадии эвпляции. После. После. Стадия инфляции. Сначала была инфляция, потом начался большой взрыв. Инфляция вообще предшествовала большому взрыву. То есть это фактическое расширение, исключительно пространство, тогда вообще ничего не было. Нет, нет, нет. Прошу прощения, если я так неправильно высказался. Нет, нет, нет. Стадия инфляции, по-моему, это первые 10 минус 32 секунды. Вот это инфляция. От нуля до 10 минус 32 секунды. То есть там совсем ни о чем. Потом, что произошло потом, как вы думаете? То есть у нас есть маленькая вселенная, вот такая, вот такая, небольшая. Небольшая вселенная, температура в 3000 кельвинов, наполненная водородом, большей частью чуть-чуть гелием, и там лития вообще не считается. Что происходит дальше? Как вы думаете? А? Ну она все время расширяется. Расширяется, снято, расширяется пространство. Она расширяется, охлаждается. Постепенно появляются небольшие неоднородности. Изначально. Это заложено еще во время инфляции. Вот. Те самые гравитационные волны, которые в итоге превратились в неоднородность пространства, и вещество стало плотным, не везде одинаково плотным, да? А раз не везде одинаково плотным, есть чуть побольше гравитационных, чуть поменьше. Что происходит? Оно сжимается. И там-то сжимается, появились первые звезды. Вот до сих пор дискутируют, какими были первые звезды. Потому что, это очень важный вопрос, объясню почему. Потому что, вот я просто хочу очень посмотреть, что там послезавтра будет объявлено. Потому что некоторые звезды, называющиеся самыми старыми, находят. Но в них до сих пор есть какие-то элементы тяжелые. То есть, либо это были звезды маленькими, и в них шла только обыкновенная термейдная реакция, о которой я сейчас вам расскажу. Либо, либо, это были тяжелые звезды, которые сразу же, в которых прошла и вторая, и третья, и четвертая стадия, четвертые варианты нуклеосинтеза. Но, если, вот только, вот все, кстати, реакции, которые идут, шли при большом взрыве. Вот, не все. Нейтрон, протон, литерий-тритий, гелий-3, гелий-4, П, протон, это как бы и водород есть. Литий-бериль и все. Поэтому, в основном, оставляется, либо, подород, либо гелий-4. Дальше у нас начинается Солнце. Ну, Солнце, это как стандартная модельная звезда, но, как действительно, у нас самая рядовая звезда с вами. Она появилась 5 миллиардов лет назад. Возможно, такими были первые звезды. Она действительно самая-самая средняя. Поэтому, как раз и удобно считать астрономам все в массах Солнца, в диаметрах Солнца. Потому что, таких звезд большинство. Солнце горит водородом. Но горит он очень странным образом. То есть, там есть два варианта. Есть вариант столкновения, постепенного столкновения, одновременное столкновение четырех протонов, образование из них гелия, архачастицы. Но это малый верят, что четыре частицы одновременно столкнули. Там очень важная, большая плотность. Либо происходит вот такой интересный цикл. Его придумали и открыли в 30-е годы, назвали цикл бета. То есть, фактически, вот если вы внимательно посмотрите на это, там есть углерод 13, азот 14, кислород 15. То есть, они сначала поглощают протоны, а потом испускают альфа-частицы гелия. И снова по кругу. То есть, фактически, все изотопы С, М, О, это все катализаторы. Они превращаются друг в друга постоянно и накапливается гелий, который постепенно обратно появляется, уходит вглубь ядра звезды. Видите, по-хорошему, пока что ничего не происходит. То есть, происходит вот такая вот штука. То есть, если есть углерод, горит. Нет углерода, там, и азота, не горит. Чуть попозже происходит вот такая вот штука. Но в Солнце этого еще нет, к счастью для нас. Когда выгорает весь водород, когда выгорает весь водород, у звезд небольших, то есть, это начиная с полумассы Солнца до 2,5, до 2,7 массы Солнца, гелевое ядро сжимается настолько плотно, что происходит удивительная вещь. Сначала два атома гелия сливаются в берилли, 8. Но берилли, такой вот берилли, он очень неустойчивый, но он не успеет, поскольку плодность очень большая, он не успевает распасаться, к нему прилипает еще один гелий и получается углерод. И вот дальше запускается снова цикл Бет. Вот в таких звездах, маленьких звездах, как Солнце, ну то есть, до 2,5 массы Солнца, могут образовываться химические элементы в этих таких вспомогательных циклах, посредством вот там 12 углерод поглотил протон, стал 13 углеродов. Постепенно он может там стать максимум фтором. До фтора и все. Вот смотрите, сейчас покажу эту табличку, почему вот я вот там видите желтенький углерод, азот, кислород, фтор тоже можно покрасить желтым, но там нужно красить примерно одну десятую таблички. Неон и серо. Вот это все, что могут маленькие звездочки. Ну, маленькие, как наше Солнце. Вот наше Солнце тоже, что на максимум, еще через 4,5 миллиарда лет оно вспыхнет, там будет гелевая вспышка, преводится в красный такой гигант, условный гигант, и потом останется белым карликом. Что интересно, собственно говоря, когда это все происходит, то есть вот дальше, дальше серый мы не можем ничего сделать, максимум, что может случиться, это мы можем слиться еще с какой-то большой звездой и вспыхнуть сильнее. Там возможны варианты. Вот все то, что нарисовано зеленым, это происходит уже в больших звездах, тяжелых. Смотрите, это вот такая страшная вещь, для астронома стандартный это тест на трезвость. Называется диаграмма Гиршпрунга-Рассела. То есть, если астроном это может выговорить, значит, он выполнит не больше бутылок. Вот основная последовательность это звезды типа Солнца и как эволюционировать большие, маленькие, есть гиганты, супергиганты. Вот то, что большие звезды в больших звездах, начиная с десяти масс Солнца, наверное, десяти масс Солнца и вот все, что супергиганты, гиганты, в них возможны другие реакции. Вот, к примеру, такие. Слияние двух углеродов образования неона, натрия, магния, алюминия. Самый тяжелый элемент, который может получиться в обыкновенных ядерных процессах в больших звездах, это железо. В результате большая звезда заканчивает гореть, она становится луковицей. внизу железо и дальше, дальше все более и более легкие слои разных элементов. Что происходит с большими звездами дальше? Правильно. Там есть два варианта. Вариант первый. Мощная вспышка и со сбросом всех внешних покровов. Тогда образуется белый карлик. И вот эти все тяжелые элементы разлетаются во Вселенную. Слово говоря, потом из них собираются планеты. Либо происходит еще более интересная вещь. Происходит вспышка сверхновой. Но если мы будем говорить точно о сверхновой второго типа. Есть два варианта сверхновых. Есть вариант сверхновых первого типа, нам в данном случае неинтересный, это когда на белый карлик, это вещество очень-очень плотное, но там в основном легкие атомы, переливается с другой звезды вещество. Как только эта суммарная масса достигает массы 1,4 масс Солнца, происходит взрыв термоядерный. Это так называемый сверхновый первого типа, точнее типа 1А, но в нем нуклеосинтеза мало. И он весь более-менее нам известен. А вот когда происходит сверхновый настоящий, кто-нибудь, если мы берем вот это вот, знаете, что это такое? Правильно, это крабовидная туманность. Если быть точным, вот то, что осталось вот сверхновой, которая вспыхнула в 1054 году, то есть почти тысячу лет назад. Вот через тысячу лет после взрыва большой звезды, это примерно 30 масс Солнца и выше, происходит вот такая вот штука. И остается в центре либо нейтронная звезда, в лучшем случае, в худшем случае черная дыра. Маленькая. Еще большие черные дыры, но мы об этом не говорим. Сейчас массивно черное. Вот. И вот при вспышке сверхновой происходит четвертый вариант нуклеосинтеза. Потому что, когда атомы разлетаются очень быстро, они могут дальше продолжать поглощать нейтроны, протоны и по одному накапливать накапливать себя нуклоном. То есть становится больше железа. И от железа, все то, что от железа до урана, это все продукт вспышек сверхновых. Без вспышек сверхновых не было бы витамина В12. Кобальт только вспышек сверхновых. Вернемся к этому слайду. Вот это все. Кобальт большая часть железа, брон, йод, ну из того, что у нас чаще всего используется в биологии. Вряд ли ольские земли, хотя контраст для эморти-томографии в Кодолине. Ну полоний, да, как же без него. Это к Василевскому про яд. Ну понятно все золото мира. Это все пепел сверхновых. Это все происходит во вспышках сверхновых. И вот все дальше после плутония, америции и так далее. Это сделано человеком. Я забыл про три элемента еще рассказать. Литий, бериль, бор. А вот с ними незадача. Потому что ни в каких процессах описанных выше они не могут получаться. Не могут и все. Те изотопы, которые получаются во время нуклеосинтезов. Что во время большого взрыва, что во время горения водорода с гелием, что во время более сложных процессов. Они все нестабильны. Они распадают очень быстро. Вот как тот самый бериллий 8. Он распадает очень быстро. Так как же они получаются? Есть версии? Я специально термин вводил. Где? Там написано да. Космик рейс. есть такой процесс, который называется космическое скалывание. Сколковое скалывание. Так вот, что такое космические лучи? Это на самом деле не потоки, там гамма, частицы, чего-то еще. это очень быстро несущиеся атомы, протоны, электроны, все что угодно с энергиями порой превышающими на 3, 4, 5 порядков то, что мы можем сейчас достигнуть на большом адронном коллайдере. И как ни странно, это тоже продукты, как правило, продукты сверхновых. То есть перед спуском сверхновых с полюсов ее идет очень мощный выброс вещества и фактически там практически механическо идет процесс. То есть когда такой разогнанный до одной миллионной на одну миллионную процент отличающийся от скорости света как какой-нибудь атом углерода попадает в что нам нужно скажем в серу или в какой-нибудь другой атом часть протонов и нейтронов просто скалывается из ядра и остается литий, бериллий, бор. Именно поэтому если потерялась диаграмма распространенных химических элементов во Вселенной там есть провал на три порядка в литии, бериллий, и бора при этом если смотреть частицы космических лучей то там они как раз преобладают на пять порядков то есть больше в космических случаях лития, бериллия, и бора вот это последний пятый механизм происхождения химических элементов когда космическими лучами то есть разогнутыми до огромной силой частиц просто раскалываются и скалываются ядра и получаются атомы вот этих трех элементов других способ их получить нет ну то есть космические лучи могут происходить могут они в первую очередь сверхновых есть еще варианты страшные вещи называются слов квазар тут уже упоминал да квазар на самом деле то есть черная дыра только не маленькая которая от звезды остается а которая в центре галактики если кто смотрел фильм интерстеллар вот там фактически он это квазар только не просто квазар там если в интерстелларе там чуть-чуть там на него падают вещества то в квазаре падает вещества примерно там приличная вещь часть галактики да и поглотиться вся черная дорога не может из полюсов тоже бьют такие джеты и если вот этот джет луч выброса вещество раскручивается выстреливается тоже со скоростью примерно близкой к скорости света но к сожалению мы либо видим его либо он смотрит на нас вот когда ну то есть если мы прожектор смотрим пока же прожектором светим в небо мы почти ничего не увидим темной ночью а если прожектор повернут на нас мы увидим очень яркий источник вот это и есть пазар когда этот джет выброс из черной дыры направлен на нас это тоже источник космических лучей вот там возможно даже дополнительное ускорение то есть иногда этот вот пазар дает дополнительным пульс еще другим частицам но вот собственно говоря такие вещи то есть получается пять способов образования элементов плюс то что у нас ну шестое это вот фиолетовый и если мы вернемся к биохимикам да к биохимии да смотрите у нас что получается в простых звездах ну в смысле во время большого взрыва у нас получается только водород в простых звездах кислород углерод азот и чуть-чуть серы при горении тяжелых звезд фосфор калий кальций мак натрий железа ну если мы говорим про микроэлементы да то а если я ничего не ошибаюсь да то есть медь цинк по-моему ванадии и ванадии еще может можно получить в звездах то кобальт йод и бром исключительно во время вспышек сверхновых а бур вообще в космических случаях поэтому как ни странно что меня привело к тому чтобы разобраться когда я узнал что те вещи без которых невозможная жизнь на земле происходит только благодаря смерти звезд или благодаря еще таким экзотическим вещам как космические лучи по мне это весьма достойно удивления почему хуже презентацию этот компьютер если какие-то вопросы есть дальнейшая астрахимия вот то что дальше происходит это уже интереснее потому что дальше народ начинает искать звезды то есть смотрит металличность не металличность какие первые какие не первые занимаются археологией вот солнца зафиксировал нашу галактику не вселенную но галактику примерно на том варианте как она была какая она была по химическому составу 4,5 миллиарда лет назад если залезть в галлы то есть наша галактика знаете такая спиральная там спиральный диск молодой и старая шаровидная галла шарообразная мало плохо видная галла из старых звезд вот галла там примерно уже 8 миллиардов 8 миллиардов лет звезд вот сейчас мы как раз ждем послезавтра объявить об открытии звезд которые 13 миллиардов вот что там будет и вот нам интересно как раз будут ли они чистые металличными то есть не металличные то есть водород гель и все или они будут уже загрязнены взрывами первых звезд которые зарабатывают через миллион 2 миллиона лет после большого взрыва потому что чем больше звезда тем меньше она живет самые большие звезды которые там весят 60 80 100 солнечных масс они живут миллион лет максимум потом взрываются вот и если первыми звездами были большие то тогда все остальное было загрязнено уже там железом и более тяжелыми элементами если они были маленькими то тогда мы имеем шанс найти чистые звезды а дальше уже сейчас народ дальше изучает во-первых что вещество во вселенной я имею в виду в звездной и межзвездной среде существует в двух вариантах это газ или твердое тело то есть даже водород там та же самая там гелий может быть газом может быть космическая пыль из водорода потом дальше интересуются как естественно возникают прекурсоры органики много модно и интересно потому что интересная вещь как сейчас люди открывают и закрывают глицин в космосе это по-моему происходило уже раз восемь его открывали потом закрывали потом открывали пока закрыт на данный момент глицин закрыт но найдены некоторые простенькие соединения из которых он мог получиться уже рядом в космос в облаках межзвездного газа даже еще до формирования планетной системы то что чем занимаются планетологи это отдельная вещь потому что там уже идет образование из этого полевого диска как мы образовали планеты почему тяжелые элементы ближе к Солнцу пока что считают что ближе к Солнцу у нас как ни странно совершенно неправильная система звезды если Солнце это стандартная простая звезда то за последние 20 лет мы начали открывать много планет за пределами Солнечной системы уже больше 2000 достоверно подтвержденных и ни одной похожей на нашу это конечно потому что нашу хрен увидишь там далеко так далеко но то что мы видим это как правило на очень близком расстоянии примерно как Меркурий Меркурий Венера на этом расстоянии вращаются огромные тяжелые газовые гиганты с водородом с гелием горячие 2-3 тысяч градусов ну или планеты земного типа поэтому тоже непонятно почему наша Солнечная система получилась так как получилась сейчас те кто строили гипотезы ну там 50-х годов были стандартные гипотезы происходящие Солнечной системы сейчас все перекраивают теоретики как раз сработают очень плотно потому что все то что мы открываем очень не похоже на то что есть а можем не можем планеты размером с землю уже найдены даже меньше ну все равно их хватает больше 2000 планет поэтому сейчас речь идет о том чтобы поискать спутники вот сейчас сейчас вообще во всем космосе наблюдатели опережают примерно лет на 10 теоретиков по всему по астрахимии и по всему остальному просто как-то мы вывели за пределы атмосферы все приборы то есть когда мы смогли наблюдать от оптики до там радио гамма диапазонных космос то естественно как бы такой поток данных с которым просто астрономам сейчас не хватает теоретиков которые могли бы описывать считать проверять астрахимиков тем более на стране по-моему два если кто хочет серьезно этим позаниматься особенно астрахимией жизни я бы советовал вам погуглить такого человека как Дмитрий не помню отчества Дима Рудольфович по-моему Виби Дмитрий Виби он потрясающе замечательный астрахимик очень хорошо рассказывает и занимается как раз в том числе и происхождением биологических молекул в космосе у меня очень много работает сейчас естественно очень много рассказывает пишет про поступающие данные с кометы Чурьму Герсименко Вчера проснулся посадочный аппарат ФИЛ наконец-то поэтому данных будет тоже очень много и мы все ждем что там публикуют потому что Европейское космическое агентство публикует результаты примерно с 3-4 месячной задержки сейчас имеем пример публикации с посадки первой ноябрьской посадки поэтому безумно интересно чем это все закончится и новости по как раз как по первым звездам так и по астрохимии Солнечной системы появляются каждый не каждый день но каждую неделю так точно особенно с Марса сейчас там 6 аппаратов работают в следующем выдулить это еще 2 в 18 еще 2 и будет очень много чего интересного вопроса да у меня не вопрос а чуть побольше можно рассказать о происхождении Солнечной системы что известно в каком смысле появилось Солнце когда что было до появления первого появляются ну а смотри Солнце это по текущей модели то что Солнцу примерно 4,5 миллиарда лет это как бы уже точно мы появились примерно 4,5 миллиарда лет назад разумеется формировалась все одновременно звезда и сначала происходит некое такое вот облако коллапсирующее облако из газа и пыли поскольку там начинает набираться масса оно раскручивается гравитационно раскручивается после этого в центре формируется звезда в данном случае Солнце сколько было газа хватило на Солнце после этого вот дальнейший процесс когда загорается Солнце происходит очень много чего интересного во-первых образуются протопланетные сгустки как мы их называем планеты Земали сейчас так называют из газа и пыли их мы даже можем ввести в других системах в принципе скорее всего остатками этой вот этих вот объектов является Плутон вот один из таких строительных вещества формировано это скоро узнаем буквально через месяц 15 июля зон Ньюфорайзен приблизится к Плутону впервые в истории человечества поэтому мы его впервые нормально посмотрим на него что там что есть те объекты мы не видели ни разу даже в каких-то минимальных деталях и дальше может быть разное гравитационное взаимодействие вот этих набирающих набирающих массу снежков комков они там сталкиваются друг с другом бомбардируют потом уже превращаются в планеты солнечный ветер то есть давление солнечного света и частиц которые от него выметают с внутренних частиц вещества внутренних областей туда назад соответственно как-то происходит скорее всего газовые гиганты типа Юпитера и Сатурна образовались близко к Солнцу потом они переместились потому что мы сейчас обретаем в другой галактике точнее не в нашей галактике но в других звездных системах вот это как раз все еще очень непонятно и вот как раз прямо сейчас происходит три важнейших наблюдения которые нам очень много дадут вот прямо сейчас изучается астероид церера то есть малая планета которая вместе с Плутоном была выведена то есть Плутон был выведен из планет а Церера была выведена из астероидов им был дан особый статус малой планеты если интересно могу сказать чем это есть малая планета это интересно ну то есть просто в 2007 году астрономы наконец-то решили договориться что считать планетой да и тогда все части Солнечной системы и посредством других систем. Поделили на три части. Планета, просто планета, большая планета, это тело, достаточно массивное, чтобы под действием гравитации образовать шарообразную форму или близкую к ней. Недостаточно массивное, чтобы в нем протекали термоядные реакции, то есть не звезда. И достаточно массивное, чтобы свою орбиту вокруг Солнца или другой звезды расчистить от других тел. Ну, своей массы. То есть они либо упали, либо были выброшены с орбиты. Вот это планета. То есть много массы, шарообразная и настолько массивная, что свою орбиту расчищает от других тел. Карликовая планета. Да, карликовая планета. Это планета, тело, достаточно массивное, чтобы стать шаром, шарообразной формы, но недостаточно массивная для того, чтобы свои окрестности, свои орбиты расчистить от других тел. Поэтому Плутон, вокруг которого, около которого болтается еще куча всех таких объектов пояса Куйпера, переименовали в карликовую планету. Цереру наоборот, из пояса астероидов, просто много всякого болтается, но Церера, в отличие от всех остальных астероидов, она большая, шарообразная, у нее почти тысяча километров в диаметре. Есть еще одно определение, называется планета-спутник. Это все то, что вращается вокруг планет и шарообразная. То есть планетам-спутника можно отнести Луну, Тритон, Титан, вот такие вот большие, большие тела, которые при другом раскладе, могли бы стать как минимум малыми карликовыми планетами. Есть еще одно определение, двойная планета, особенно Плутон, двойная малая планета, потому что его главный спутник, Харон, он настолько большой, что не он вращается вокруг Плутона, а они вместе вращаются вокруг общего центра масс, который находится за пределами обеих тел. Вот. И вот, собственно, сейчас мы изучаем Цереру, собственно говоря, один из крупнейших астероидов по-старому. То есть вот этот тот строительный мусор, который остался после, очевидно, после образования планет земного типа. Мы сейчас изучаем комету, первые данные серии Чурюмов-Герсимянка. Это вообще как бы что-то такое далекое. И, возможно, именно кометы занесли на Землю-воду, хотя первые данные с кометы Чурюмов-Герсимянка не подтверждают эту гипотезу, потому что изотопный состав воды на комете отличается от изотопного состава воды на Земле. Ну, чуть-чуть, но отличается. И мы сейчас вот увидим Плутон, а после него еще 2-3 объекта пояса Квейпера. Вот это все происходит в прошлом, в этом году и в следующем году, и данных даже для пересмотра теории появления Солнечной системы будет очень много. но это все вот, я думаю, что какие-то первые обобщающие выводы появятся в следующем году, наверное, в конце. Вот. Ну и плюс ко всем, да, нужно будет смотреть, потому что реально вот каждый год сейчас открывают по сотне, по две, по три планет за пределами Солнечной системы, а в следующем десятилетии, не в этом, в следующем, ух, есть шанс увидеть на них жизнь. Правда, есть шанс. Я не говорю про разумную, ничего не говорю, хотя теоретически такая возможность есть, потому что сейчас строится такая прекрасная штука, называется СКА Square Kilometer Aratus, антенна площадью в один километр. Это огромная сеть радиотелескопов на разных континентах, которые вместе работают как одна большая тарелка площадью в один километр квадратный. Вот, если вдруг, много если скажу, если вдруг вокруг нас на расстоянии четыреста световых лет существует цивилизация, которая достигла нашего уровня развития, на которой есть аэропорты, то их аэропортовые маяки мы увидим. Мы говорим просто исключительно по чувствительности приемника. Но, во-первых, в 2018 году должен полететь телескоп Джеймса Веба, это огромный 6-метровый телескоп на орбите Земли, то есть вне атмосферы, который будет верить в ближнем кодиапазоне и в оптике. Для сравнения диаметр зеркала у Хаббла один метр, а там шесть. Представьте себе разницу, чувствительность это первая, и он экзоплоэт увидит напрямую и сможет получить их спектры и так далее, и подобное. Плюс сейчас строится два телескопа 20-ти и более метрового диаметра, которые увидят первый свет в 22-25-м годах. То есть у нас сейчас крупнейший телескоп на Земле имеет диаметр зеркала 10 метров. Сейчас вступил в встроен большой бинокулярный телескоп, это два 8-метровых зеркала, которые в соединении вместе видят как 11-метровый телескоп. Вот сейчас строится два 20-ти метровых телескопа, 22-25 метров, по-моему. И в 25-м году в Южно-Европейской обсерватории первый свет должен увидеть офигенно большой телескоп, так переводится его название. Ну правда, у них сейчас там есть очень большой телескоп, так называется Very Large Telescope, ну не фантазия такая, 4-8-метровых телескопа. Сейчас они строят 39-телеметровый телескоп, который называется экстремально большой стелескоп, Е-Т, Extremely Large Telescope. Говорят, был проект 100-метрового телескопа, который называется офигительно большой телескоп, Awful Large Telescope. И вот это все, то есть реально данных будет очень много и очень интересно, потому что уже сейчас есть какие-то первые наметки, которые могут начинать потихоньку видеть, видеть где-то моя на экзопланетах земного типа, то есть как-то там уже увидели какие-то там отражения, где-то начинают видеть спутники. Сейчас все будут пытаться увидеть, конечно, зелень. Ну понятно, да. То есть и когда увеличивает диаметр зеркала вдвое, мы увеличиваем частиц в 4 раза, да, площадь увеличивает в 4 раза, плюс все время увеличивается, улучшается программа обработки изображений, если мы говорим про земную, ну, про земные телескопы, есть же такая адаптивная оптика, если вы когда-нибудь видели фотографии из Чили, мы увидели такой, большой лазерный луч бьет в небо, красивые картинки, безумные. действительно лазером светит в небо, но не потому, что там пытаются достать домашься, все проще, то есть все современные телескопы современного класса, они очень тоненькие, это не одно зеркало, а многое, подвижное зеркало, у которого есть примерно тысяча актюаторов в таких лапах, которые изгибают немножечко. То есть сначала мы светим в атмосферу, у нас оказывается на 80 км над землей есть тонкий слой натрия, всего ничего там маленький, тоньше озонового слона, но натриевый, да, а натрий очень простой спектр имеет, очень просто светит, мы бьем лазер на 80 км, зажигаем там стандартную звезду, мы знаем все ее параметры, как она там должна светить с аспектором, и вот в данном, прямо перед наблюдением, там, за час, за несколько минут для наблюдения мы светим, зажигаем звезду, и вот эти вот актуаторы, лапки, изгибают так зеркало, чтобы компенсировать искажение земной атмосферы. Вот, прибавим к кому-то это в Чили, это абсолютно сухой воздух, это там 2000 метров над уровнем моря, то есть там сейчас есть прямые изображения, например, там несколько звезд, не просто картниковые звезды, только кто-нибудь знает, что тот же Альдебаран, к примеру, это звезда лепешка, а она так быстро вращается, что это с плюсом, то есть у нее диаметр по полюсам в два раза меньше, чем диаметр по эквазеру. Вот, сейчас безумно много чего интересного узнаем, и вот именно поэтому я сейчас я стою с научной журналистикой, просто следить за этим просто одно удовольствие. Каждый день что-то новое. Каждый день. Да. Когда у нас есть шанс увидеть ночную засветку на какой-нибудь экзопланете? У нас же она есть, просто нам расскажет, потому что если я гугл-картам, картинка очень симпатичная. Смотрите, для этого должно быть несколько вещей. Это должна быть планета земного типа, разумеется, вряд ли мы ночную засветку на каком-нибудь юбитере можем увидеть. И она должна быть достаточно близко. То есть сейчас много планет земного типа открыто, если что, то я думаю, что на ЕЛТ их уже можно было бы заметить. То есть на близких планетах 20, 30, 40 световых лет от нас. То есть 400 вряд ли, но вот прямое наблюдение в это время есть шанс уже. Ну, будет шанс. Я, честно говоря, не помню, кто круче будет по разрешающей способности телескоп Джеймса Веба или телескоп экстремальный большой телескоп. Но посмотрим. Интересно будет. Причем я думаю, что ребята смогут научиться к тому времени делать еще интересную вещь. Они уже умеют... Ну, с радиотелескопами это проще происходит, когда мы берем два телескопа на... У нас радиосторон сейчас летает российский, да? Он же работает с наземными телескопами как один. То есть он летит, примерно, на уровне Луны, там, 300 тысяч километров от Земли. И вот у них одна база и одновременно наблюдение Земли и с того на расстоянии дает какую-то очень большую разрешающую способность. Вот так же можно и с оптическим телескопом. Реально. Вот почему ВЛТ, он такой крутой. Он не просто там, 4-8-метровых телескопа, они еще могут работать как один. Ну, правда, как интерферометр используют три, но они могут разъезжаться в разные стороны. И вот в три зеркала смотреть и потом синтезировать картинку к одному. И вот я думаю, что к этому времени, ну, там, следующим десятилетиям, они научатся синтезировать одновременно картинку с ВЛТ и с ЕЛТ. То есть они там расположены близко друг к другу, километров 30, наверное. Я в плане надеюсь поехать в сентябре все посмотреть своими глазами, но там должно быть что-нибудь интересное. Поэтому очень хочется в следующем десятилетии еще активно проработать. Результатов будет очень много. Да? Еще вопросы? Да? Насколько я помню, расположение планет в Солнечной системе подчиняется определенному числовому соотношению. Не хаотично от Солнца там по-солнечному? Ну, это правило птицовой свободы, кажется, оно называется. Я в связи с этим вот что хотел спросить. Сказывается ли это на распределении либо элементов, либо изотопов элементов? Нет. Нет. Ну как, оно на самом деле безусловно если мы говорим смотрите, вот все то, что до Марса и пояс астероидов, да, там распределение одинаковое, да, дальше у нас почему-то больше легких элементов, то есть у нас там легких условий, там тоже металлических, потому что если мы говорим про тот же там, с одной стороны Сатурн, Юпитер, Сатурн, уран, не газовые гиганты, конечно, да, но их спутники все, вполне себе каменные планеты там и на них все, что и у нас. Я хотел задать этот вопрос и услышать ответ, если это какой-то смысл имеет. Таким образом, если известно соотношение либо элементов, либо изотопов между элементами, обратную задачку решить из того, что прилетает бог есть откуда, да, можно было бы судить о том, из какого типа, может быть. Мы же не знаем, то, что прилетает к нам, оно прилетает не от планеты, оно прилетает из звезды напрямую. Нет, а там не, это сложно, потому что то, что прилетает из звезды, взрывается звезда, все, что там есть, попутно во время взрыва производят дополнительный синтез элементов старших железных и дальше. Все летит в нашу сторону. Собственно говоря, как раз сейчас, до сих пор сейчас пытаются сделать следующую вещь. Кто-нибудь знает, что такое остров стабильности? Вот. Синтезированные сейчас элементы с номером 118, там, там, 116, они живут очень мало, с одной стороны, но с другой стороны, гораздо дольше, чем предсказывает теория. То есть, считается, что элементы с номером 120, там, 4, условно говоря, какой-нибудь, там, 120, они могут существовать миллионы лет или десятки миллионов лет. Сейчас есть эксперимент в горах в Италии, в Гранд-Сассо по поиску этих сверхтяжелых ядер, и, кроме того, именно эти сверхтяжелые ядра до сих пор ищут в космических лучах. Возможно, вот как раз при взрыве сверхновых они тоже синтезируются и прилетают на нас. Но там сложность в чем поиска исследований космических лучей. Как их исследовать? То есть, это космические лучи, частица, попадая в атмосферу, сталкивается с первым попавшимся чем-то. Что есть? Да? Дальше вызывает каскад реакции. Разлетает частица, начинается снова светиться. Причем, все эти частицы светятся, потому что все они движутся за скоростью быстрее скорости света. быстрее скорости света в воздухе. Скорость света в воздухе чуть меньше, чем скорость света в вакууме. И вот если попадает скорость частицы в воздухе, она быстрее скорости света в воздухе в момент скорости света в вакууме, происходит свечение. Так называемый эффект Вавилова-Черенкова. Если кто-нибудь видел во всяких фильмах фантастических и нефантастических, когда что-нибудь радиоактивное светится голубоватым сиянием или зеленоватым. Это правда, но так светится только в воде. Потому что скорость света в воде сильная меньше скорости света в вакууме. И то, что вылетает из, особенно бета-излучения, вылетающее из радиоактивных веществ, оно как раз вызывает свечение. Поэтому, когда берем радиоактивное топливо, оно отлеживается в специальных бассейнах, оно светит и правда. И вот это вот свечение, которое попадает, его фиксируют фотоумножители, которые на Земле стоят. У нас в России, это в Тункинской котловине, около Иркутска стоят такие вещи. И вот дальше уже этот сигнал, они как-то расшифровывают и действительно время от времени, словно раз в год прилетает частица с энергией терраэлектрон в вольт и петаэлектрон в вольт. То есть, условно говоря, превышает энергию, которая пока что может развивать большой адронный коллайдер, на 3-4 порядка. По-моему, рекорд, наверное, на 5 порядков превышает. То есть, в 100 тысяч раз энергичнее. А дальше уже нужно смотреть, что там прилетело, как оно распадается. Ну, это уже все люди умеют делать. Да. У меня простой вопрос. Я так понял, сейчас ревифория насчет этой планеты, а что делать с этим знанием? Допустим, они увидят, что что-то светится на общей стороне. Что-то изменение. Ну, я думаю, что народ уже как бы... Как? Ну, синтезировали вы там 120 элементов. Что с этим делать? Ничего. Прикольно просто. Ну, смотрите, какая фишка. Разумеется, скорее всего, если мы увидим жизнь на 400 световых лет от нас, мы ничего с ним сделать не сможем. Потому что сигнал туда идет на 400 лет. И обратно на 400 лет. Безусловно, мы начнем это все изучать, посмотреть, что-то встраивать. Может быть, когда-нибудь даже встретимся. Но важно же другое, что если мы говорим о том, что с этим делать, то ничего. То, что мы ничего не делаем с большим взрывом. Хотя, в принципе, каждый из вас видел реликтовое излучение. Ну, вот реликтовое излучение, которое осталось от большого взрыва. Каждый из вас видел, включая ненастроенный телевизор, на настроенный канал. 10% этого шума – это реликтовое излучение. А что делать? Ну, порадоваться, наверное. Или как-то переосмыслить, что мы такие, да, не одни. И, наконец-то, будет меньше уфологов, к счастью. Им просто будет уже не интересно это. Если это период в область науки. Нет! Это период в область науки. Им займут парапсихология. Так что, вот так вот. А другое дело, что все эти штуки, которые делают большие телескопы, большие космические спутники, они же дают огромное количество всяких технологических прорывов реальных. Потому что Джеймс Веб, я думаю, что очень много чего и в нашей жизни будет хорошего. Я не буду повторять избитую фразу, что каждый доллар, вложенный в лунную программу, у американцев придется из доллара в экономике. А? Это другой вопрос. Тем не менее, там реально много чего интересного дало нам. Поэтому, да, фундаментальная наука. Ну, прикольная. При том, что, да. Сережа Попов, замечательный популятор науки, астроном, приведет замечательный пример, что самое дорогое по соотношению массы к стоимости, вот самое дорогое по соотношению массы к стоимости, это как раз не золото, не радий, а, ну, может быть, ради, может быть и да, но, по крайней мере, из того, что мы можем представить, это какой-нибудь телескоп Хаббл. с массой его стоимости намного порядка дороже золота. Ну, у него массы нет дырка. Ну, еще вопросы по космосу, да? Произвестись, пожалуйста, про разновидности туманности. Кунитарная и кунная. Ага. Во-первых, что такое туманность, да? Туманность – это вообще устаревшая штука, потому что, собственно говоря, первым, по-моему, стал составлять каталог туманности Шарль Месье, такой был астроном, который, собственно, составил список туманных объектов, которые видно в тогдашних телескопах, просто чтобы не путать его с кометами. То есть смотришь, там очень все были повернуты на кометах, на открываниях комет, это конец XVIII века. И вот, условно говоря, смотришь на небо, что-то туманное есть, нужно посмотреть в каталог, не было ли этого, то есть не из каталога Лемесиана. Большая часть этих туманностей, на самом деле, представляет собой галактики далекую. Туманность Синдромета – это такая же галактика, как наша, только чуть-чуть больше, в полтора раз, примерно. В ней примерно триллион звезд. Планетарная туманность – это когда как раз большая звезда, но еще недостаточно большая для того, чтобы вспыхнуть сверхновой, сбрасывать в себя внешние оболочки, вот это вещество разлетаясь, образует планетарную туманность. Ну, одна из самых известных – это туманность Лисичка, или Песочные часы, или туманность Гомункулс. Вот такие вот вещи. Есть просто газовая туманность, то есть газопылевые туманности или газовая туманность, скоплениями межзвездного газа полиумени-плотные, в них, как правило, начинают рождаться звезды, это области звездного образования, подсвеченные звездами, которые у них рождаются. Иногда туманностями являются звездные скопления, шаровые скопления, например, или рассеянные звездные скопления Плеяды. Его иногда можно на ней перенять за туманность, когда на самом деле там четко видно, что у них несколько звездочек. Вот, это основные типы туманности. Тогда вопрос, ну, точнее, вопрос. Что ждет наше Солнце? Оно станет планетарной туманностью? Ну, что-то похожее. То есть у меня не будет очень большая планетарная туманность, ну да, сбросит оболочку внешней славы и превратится в белого планета. И тогда вот такой вопрос. Вот, допустим, вот есть туманность Ориона, да? Угу. Спасибо, на натянутую лупу вопрос. Да, да. Вот, допустим, там какая-то есть цивилизация, которая вот так же близка, ну, там, допустим, пара-тройка светового цвета ее отделяет. Вот обычно, если смотреть в трубу, она такая ватная пятнышка без цветов вообще. Когда ставишь фоторегистратор, там камера роя идет, там реализируют камеру, там начинает проявляться свет за счет окопления патона. Вот видите, которые, или люди там, существуют, живут вот близко к ней, они цвета будут воспринимать, или она по-прежнему какая-то плепая, непонятная? Ну, смотрите. На самом деле, она действительно, то есть, мы же еще... Тут, на самом деле, есть одна допустимая гипотеза. Условно говоря, если бы мы говорили про нас, прилетевших туда, это одно. Скорее всего, да, воспринимали бы, но не так интенсивно, как на больших картинках, да? С другой стороны, мы же не знаем, какое окно восприятия было бы у тех существ, которые там живут. Может быть, этот красный цвет, он был бы выключен вообще из-за восприятия. То есть, стандартная, известная вещь. Ну, даже у нас, как бы, разные вещества по-разному воспринимают. Вон, мы недавно с Антономом Чугулом разбирали, что у пчел совершенно другое восприятие. А? Да. Спрашивали. У нас? Да. Но он как раз связан с прозрачностью атмосферы. То есть, еще от атмосферы будет зависеть от той атмосферы той планеты, что она будет пропускать, а что будет не пропускать. Да, мы с нашей Землей. Да. Ну, вот тогда, да, да. Да. Нет, это, скорее всего, будет такая же, да. То есть, может быть, не столь интенсивно за счет, потому что там большая часть красивых космических картинок, это просто обработка, некоторое добавление цветов. А если мы видим по ушами совсем красивую комплексную картинку, сейчас очень часто публикуют картинки, которые представляют там какую-нибудь, не знаю, ту же туманность Ориона, ну, к примеру, да, во всех диапазонах волн от радио до рентгена. И там, помимо видим... То есть, на картинку с Хаббла накладывается картинка с Альчандрой рентгеном, каким-то синим цветом, интенсивным синим цветом там, а в радио обычно как раз к сильно-красным нам добавляют. Тоже неестественно красный цвет. Вот такие вот вещи. Вот. Еще вопросы? Да? По поводу произошел взрыва в право. Вы говорили о том, сколько точка 0, а потом что-то взрывало, да? А вот недавно, где-то, там, с половиной назад, я считал, что, наоборот, говорят, что не было точки 0, а вот эти процессы, они бесконечно... Ну, это да, это есть. Ну, смотрите, какая штука есть. Во-первых, есть теория мультиверсика. Множество синим цветом, которые постоянно возникают. Тот же самый Линдой, да? Но это мы не можем экспериментально проверить. Есть теория, да, что они как бы происходят... Вы имеете в виду как бы... Тот процесс был не точка 0, а это было бесконечно растянтое по времени назад. Не исключено. Но, пока что, на данный момент, да, нормальная работающая математическая модель есть только вот такая вот, да. Она работает, она не противоречива, не потерячит никаким наблюдательным фактам. Вот, я, к сожалению, не настолько владею математикой, чтобы теорию инфляции рассказать или понять даже. Но, вот, пока что, да, и более того, скорее всего, если... Ну, наверное, уже сейчас не откроют реликтовые гравитационные волны, потому что телескоп Планк исчерпал свои возможности, он же не работает. А из тех данных, которые были, ну, не вытащили от них. То, что объявляли в прошлом марта, ну, марта прошлого года, открытие того-то самого, не запоминяйте слово, Б-моды поляризации реликтового излучения. Она как раз говорит о гравитационных волнах. Это было, на самом деле, мы видели космическую пыль, как оказалось. Поэтому, если эту самую Б-моду поляризации реликтового излучения откроют, это, во-первых, точное подтверждение, уже экспериментальное, того, что Вселенная появилась из этой точки ноль. Другое, что этих точек ноль может быть много, что они могут все время возникать. Это как раз не противоречит ничему. Но это раздутие мгновенное, оно как раз и породило эти гравитационные волны реликтов. То есть, если мы их откроем, это вот уже все точно. Это точное доказательство теории реликтового излучения и точная Нобелевская премия на следующий год. Без вариантов. Так вот, с Хиггсом был, никто не спорил, кто получит Нобелевскую премию по физике 2013 года. Так вот, с Линдой со Старобинском. Точнее, там получит Линдой со Старобинским и Гуд. Три человека. Да. Последний вопрос. Когда черно-пятновые витамины в экспорт, почему тогда объясняется? Неоднородности? Неоднородности много. Нет, но есть большая неоднородность. Ну, вы... Некоторые объясняют, что это действительно. Ну, да. Некоторые говорят, что это свидетельство мультиверса. Сейчас вот точно математическое объяснение. То есть, скорее всего, возможно, и такая. Тут еще, наверное, называют Око Дьявола. Девил Ай и что-то такое. Но давайте нужно понимать еще одну маленькую вещь. Что это черные пятна, это все флуктуации на уровне тысячных процентов. по интенсивности. То есть, это не вот такая вот страшная дырка. Да? Очень маленькие неоднородности. То есть, на пределах чувствительности. Возможно так. Возможно, действительно, как бы, ну, как флуктуация была. Просто так бывает, да, среди квантовых эффекта. Квантовый эффект на, там, на размере планковской величины, там, 10 минус 43 сантиметра, он мог вырасти вот в этот кусок, там, ну, в один градус легко. Так что, насколько я понимаю. Да. Вот, судя по последним данным Планка, не начнет. Пространство у нас, оно, как имеет нулевую кривизну. Ну, в смысле, я забыл, как называется термин. Из тех выводов, которые я делал, ну, были недавно как раз данные, последний телескоп Планк, который занимался изучением анизотерапии, электрического изучения, всяких там данных. Он уточнил там постоянную Хаббла, кучу всего. И вот эти вот основные параметры нашего пространства не начнет. Ну, пока к тому нет. Вот вопрос, что такое темная энергия, да, которая оставляет нас ускоренно в Швеции, мы пока не знаем. Даже темную материю до сих пор не знаем. Я, к счастью, на темной материи уже выиграл ящик пива. Мы спорили просто, когда я открою частицу конкретную. А вот я выбрал, что не открою там, к 14-му году. Со стра физиками. Нет. В смысле, ну, смотри, почему обратно должно образоваться? Оно есть, да, есть вещество. Почему вещества больше, чем антивещества? Это, короче, сейчас объясняется теми самыми начальными флуктуациями. То есть чуть-чуть меньше его получилось. Да, вот это... Ох, сейчас мы залезем в дебри. Есть такая вещь, нарушение ЦП-симметрии. За это дали несколько Нобелевских премий по физике. То есть, на самом деле, законы природы не симметричны, оказывается. То есть, ну, считалось, что есть так называемая цепатоин-вариантность. То есть, если мы меняем все частицы на античастицы, и одновременно отражаем все в зеркале и меняем направление времени, то тогда законы природы должны быть теми же. То есть, мы ничего не заметим, да? Но оказалось, что вот как раз если просто ЦП-симметрия, то есть, мы меняем все частицы на античастицы и одновременно отражаем в зеркале, то законы природы меняются. Это экспериментально подтверждено. Так называемое нарушение ЦП-симметрии. Посмотрите, про это много написано. И вот оказывается, что именно благодаря этому появилось небольшое прививание. То есть, до сих пор это изучают, и все эти процессы не так давно были открыты. Но именно благодаря вот этому нарушению симметрии вещества получилось чуть больше, чем античисты. Все, что там могло проаннигилировать первые минуты большого взрыва, оно превратилось в свет и стало реликтовым злочением. А то, что осталось, из этого получились мы. Вот. А что такое темная материя, мы не знаем. Потому что, ну, она взаимодействует только гравитационно. Пока же частицы не нашли. Хорошо. А вот в математической модели теории большого взрыва она фигурирует каким-то образом? Кто? Темная материя. Нет. По-моему, нет. Ну, опять же, я могу ошибаться здесь, как бы, в русский я не сильно готовлюсь. Да. Еще вопросы? Сейчас как-то считать? Материя? Да. Вещество. Есть даже такое, это самое, есть даже такой термин, термин WIMP, Weekly Interactive Massive Partic, то есть слабо взаимодействующие массивные частицы. То есть... Не-не-не. Это именно материя, потому что она же только в галактиках есть. Да? Именно поэтому галактика вращается быстрее, чем положено там, по тому веществу, что мы наблюдаем. А то есть другой вопрос, что... Более того, среди многих экспериментов... А массивных черных дыр не хватает? Не-не. Не хватает. Совсем не хватает. Но мы знаем, какого они размера. Мы точно знаем, какого они размера. Мы знаем, сколько они весят, и их категорически не хватает. Вот. Потому что если бы их было слишком много, да, они бы начали сливаться, а вот это слияние сверхмассивных черных дыр, «Ух, там такие волны гравитационные пойдут». Мы их сразу увидим. Вот. А вот если мы говорим о... То есть есть несколько экспериментов, которые в космосе летят, которые там в том же Грандсо стоит, по поиску частиц о темной материи. И есть, есть один эксперимент, я не помню, как он называется, который четко видит сигнал. А другие пока не видят. Вот. Пока никто не может повторить эксперимент. Да. Какие-то другие частицы. Есть много кандидатов. Есть, к примеру, знаменитый монополий Дирака. То есть, под Дирак предсказал, что есть вещество, ну, как бы... Как это? Вот как электрон — это элемент электрического заряда, а монополий — это элемент магнитного заряда. Да, вот. Монополь Дирака — большой, жирный, толстый и не с кем не взаимодействующий магнитный монополь. Есть еще несколько там вариантов. Причем, в рамках более-менее стандартной модели. Но мы все ищем, найдем или не знаем. Нет, есть несколько попыток объяснить темную материю, обыкновенное вещество — барионная материя. Но они все такие. Серьезно воспринимаются. Все? Ну, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас одну секундочку, я не успел сказать вступительное слово, потому что вышел. Но скажу заключительное слово. Я сам сказал. Этим замечательным семинаром мы заканчиваем весеннюю сессию семинаров СМУ. А осенью мы продолжим. И будет, в общем, еще интереснее. А через неделю, в следующий четверг, Совет молодых ученых, ну, то есть не сам Совет, а Совет организует, проводится у нас концерт в следующий четверг в 3. Это будут романсы и классическая музыка около рояля на втором этаже в Бонне. Приходите. Все. Спасибо.